Всем привет, дорогие подписчики, с вами Диман и Кирилл, мы продолжаем играть в Сампе на сервере, Сильвер Сервер, Адванс РП и, в принципе, поздоровайся. Привет всем. У нас сегодня будет просто офигенная серия, для начала мы купим какие-нибудь растения, чтобы посадить их рядом с домом, чтобы был мой дом просто красивым, самым красивым вообще в этом переулке. И далее, друзья, мне пришла повестка, мне нужно будет явиться в военкомат на службу, да, это было немножечко странновато, но мы туда как раз таки отправимся сегодня и посмотрим, что от меня требуется и вообще, что нужно сделать, как бы, да, наверное, отслужить, видимо. Ладно, друзья, мы это посмотрим чуть позже, а для этого, для начала мы поедем в садовый центр для того, чтобы купить растения, погнали. Так, ребят, ну что же, мы приехали, в принципе, вот он садовый центр, сейчас мы туда зайдем, а, вход платный, ничего страшного, деньги на это у нас есть, отлично, заходим. Так, и, в принципе, покупаем какие-нибудь растения, если у вас есть дом, то это понятно, не будем читать, в принципе, да, красные цветы, розовые цветы, розы, папоротник, мини-пальма, слышишь, тут офигеть какой огромный выбор. То есть, получается всего 13, да, растений? Угу. Окей, кактус, новогодняя елка, акация, пальма, кипарис, давай, наверное, новогоднюю елку я куплю, можно же несколько, да, получается? Ну да. А, покупая елку, а, новогоднюю елку можно купить с 1 декабря по 31 января, я понял вас, извините. Окей, тогда купим, наверное, знаете, что, пальму, даже несколько пальм, как бы, давайте выбрать. О, третий сорт, второй сорт, высший сорт, премиум сорт, конечно же премиум. А, да, количество, да, жизни именно этого растения. Выбираем премиум сорт, друзья, потом, в принципе, можете ко мне домой прийти и увидите это растение еще около 30 дней возле этого дома. Ну, если я, конечно же, проплачу за этот дом. Так, 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 что еще можно купить, в принципе, тут ель или сосна? Давай сосну попробуем, она 40 метров, самая высокая тут. Посмотрим, как она, в принципе, будет выглядеть. Окей, все, друзья, купили мы два растения, которые в последующем сейчас посадим. Нам нужно опять вернуться домой, а дорога-то у нас далекая, в принципе, поэтому давайте мы попозже чуть вернемся. Так, ребят, ну что же, мы уже возле дома, в принципе, прибыли, поэтому, я не знаю, давай, наверное, посажу где-нибудь растение здесь. Кстати, друзья, у нас только одно растение, пока мы будем сажать первое, второе будет недоступно и его нужно будет по-новому покупать. Ну, возможно, мы позже туда опять же отправимся и купим его, поэтому для начала давайте посадим одно. О, а, а, вот так получается? Я-то думал, я могу его двигать потом, а я посадил его непонятно где. Ты сможешь потом двигать, для этого нужно подписать команду, слышно. Сетплент, окей, хорошо, мы сейчас-то и сделаем, друзья, сетплент, в принципе. Давай ты насыпать, не свяжай. Номер растения подписан серым цветом под ним. А, номер, я понял, сейчас все будет, друзья, извиняюсь. Сетплент, это, в принципе, для тех, кто там ошибся, может быть, как я на данный момент. Пересадить на другое место, выбрать. А, получается, ну, сразу, окей, все, я понял, я разобрался, теперь я его хочу посадить вот именно сюда. Смотри, короче. Так, сетплент, сейчас 30, 12, вот сюда. Сетплент, 30, 12, пересадить. Все, отлично. А, слышишь? Слышишь? Ты видишь, где я? Я на пальме. Офигеть. Я на самой пальме. Охренеть. Кстати, ну ничего так, она, в принципе, посадилась, слышишь? Было бы у меня какое-нибудь оружие, сейчас бы немного повеселились бы здесь, ты прикинь. Меня же, наверное, никто не заметит, а? И добраться сюда, наверное, только на вертолете. Что, что ты говоришь? Думаю, МВД доберется. МВД доберется. Сюда попасть только можно на вертолете. Блин, ребята, вот это офигеть. Посадил дерево и сам на нем, как бы, остался. Ладно, народ, в принципе, отправляемся. И сейчас в военкомат, поэтому сейчас узнаем, что вообще от меня там хотят. И поэтому ставлю на паузу. Так, ребят, ну что же, мы практически приехали к военкомату. Он у нас расположен именно здесь. Сейчас мы отправимся на собеседование. Или что там вообще от меня хотят, как бы? Так, Кирилл, погнали. Сейчас узнаем, что хотят от старикашки. Так. Куда мне идти? А, призыв ВВС. А, вот, чувак, уже вижу. Нормально. Так, надо сесть. Напомни команду мне, пожалуйста. Аним. Окей. Так. Здравия желаю. Да подожди ты, чувак. Подожди, подожди. Аним. Так. Сейчас. Сейчас. Подождешь, подожди. Я старый. Мне можно. Танец. Сесть, 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 сесть. Присесть. Отлично, все. Ну, как бы так. Окей. Слезьте со стола. Вы к нам на призыв? Да. Добрый день. Так. Вы меня вызвали. Отлично. Что он хочет от меня, Кирилл? Как думаешь? Не знаю. Сейчас расскажу. Да. Отлично. А как вам повестку показать? Ага. То есть, имей передал повестку. Да, да, да. Я так уже сделал. Спасибо. Блин, я никак не могу выучить эти команды в сампе, друзья. Вот честное слово, это сложно. Ну, это приходит со временем. Ну, да. Постепенно все приходят и используются. Так, посмотрим. Там еще один, я смотрю, на призыв тоже пришел, да, Кевин Перри? Видимо. Так, ну. А можно ваш паспорт? Окей. Чтобы показать паспорт, нужно все команды слэш паспиритель. Отлично. А если мне на военные диски какие-то, что ты говоришь? Может, возьмут не сразу? Не, я буду очень рад, если меня не сразу возьмут. Немного будем косячить. Верно, все данные сходятся, говорит он. Отложил паспорт левый угол стола. Окей, я тебя понял. Готовы пройти проверку? Чего? Я не готов. Чего? Может, меняется несколько. Хрена узнает. А что будет, если я скажу, я голубой? Не знаю. Как ты теперь скажешь, Денис, мне, что мне делать? Я очень надеюсь, что он меня сейчас отпустит. После таких слов. Какая проверка? Мне нельзя служить. Я все весь отряд на уши поставлю. на медосмотр? Офигеть. Так, ну что же, я готов. Ищет в ней медхалат, открыл шкафчик. Блин, чувак, я не в ролевые игры, как бы пришел сюда играть, да? Я пришел, блин, просто узнать, что вы от меня хотите. Давай, как-то решим этот вопрос. Быстрее и мирно и без чего? Без рук. Да ну нафиг. Он по-любому, он... Серьезно, что ли? Он будет меня обсматривать или что? Оу. Не знаю. Я сейчас тебе отвечаю, я сбегу отсюда. Еще чуть-чуть, и мои нервы не сдадут. Я хоть и притворился голубым, но как бы, блин... Может, он будет проверять? Я вам потом проверю. Чувак, он близко. Ради всего святого отойди от старика бесстыжий. На голубизну вашей души? Да пошел ты! Я убегаю нахер отсюда. Какая голубизна вашей души? Ты что, дружище? Ты, Кирилл, хрен его знает. Давай, не знаю, там, с подписчиками сейчас поиграем. Хотя, фиг его знает. Хотя, если за мной сейчас менты будут, агриться за то, что я сбежал из военкомата. Че ему надо? А? Одевайся. Куда? Че тебе надо, голубок? Армия зовет. Да ну нафиг. Неужели, неужели мне реально надо будет отслужить? Видимо, они как без этого. Окей. Ладно, хорошо, хорошо. Ясно, окей, хорошо, погнали. Я понял вас. Ладно, служить так служить, окей, хорошо. Че, надо машина садиться теперь, да? А я так, окей. Фига себе. Как он меня быстро нашел так, а? А, по документам, скорее всего. Ну, я понял, ладно, хорошо. Поехали служить. Че делать-то, друзья? Будем служить, если так надо. Так, ребят, короче, как вы видите, я в армии, и у меня будут сейчас первые учения. У меня есть свой вертолет, на котором я должен пройти эти учения. Короче, как мне объяснили, нужно какие-то бочки уничтожить. В принципе, сейчас мы разберемся, я думаю, ничего сложного в этом нету. Первый раз вообще буду летать, как бы, я надеюсь, что у меня все получится. Так, смотри, Кирилл, ты тут тоже смотришь за мной? Угу. Я не знаю. Пожелай мне удачи, что ли, потому что... Как узнать, что вообще тут будет у меня, как бы, сейчас. Ладно, отправляемся туда. Так, друзья, какие тут вообще бочки у нас есть? Так. Аккуратно. Я думаю, у меня нормально получается, поэтому особо не паримся. А, во! Офигеть. Я уже вижу что-то, но я не вижу бочек. Так, так, так. Бочки, видимо, на вышках стоят. Ага. А, вижу, вижу, вижу. Одну взорвал. Ой-ой-ой-ой. Я чуть себе вертолет не взорвал, братан. Серьезно. Слышишь? Тихо. Как бы развернуться? Господи, ребята, это не так уж и просто, я бы сказал. Это да. Так, я так понял, короче, на каждой вышке есть бочка. Соответственно, нам нужно подлететь как можно... Ну, не так близко, потому что в первый раз я чуть себя не взорвал, но... Аккуратно. Так, 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 так. Стоп, 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 стоп. Тихо, тихо, тихо. Вот она. Вот она, друзья. Одна есть. Далее. Вторая есть. Ребята, я, в принципе, уже, ну, так, приловчился, как бы, осталось еще две бочки и, в принципе, все. Все. Так, тут тоже, я так понимаю, нету, да, бочки? Да, ребят. Вот еще последняя осталась. Да, 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 вижу, 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 вижу. Сейчас, 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 сейчас. Главное, не разбить себе вертолет, понимаешь? То есть, как бы, у меня уже хп 265 осталось, то есть, это не так много. А если я его сейчас разобью, это будет просто пиздец. Провал. Да, взорвал. Все, отлично. Было потновато. Реально было немного потновато, но мы, в принципе, справились, друзья, и поэтому я могу со спокойной душой отправиться обратно и оставить свой вертолет и, в принципе, сказать своим генералам о том, что я все выполнил. Как бы так, сейчас аккуратно мы его... В ангар загонять не надо его, да? Ну да. Я могу... Ладно, я могу, в принципе, как-то вот так вот аккуратненько его сейчас подзагнать, да? В принципе, ладно, сами, короче, разберутся, я тут оставлю возле ангара. Все, отлично, друзья. Учения пройдены, а это значит, что сейчас я пойду докладывать свои достижения своим генералам, в принципе, да, ну и на этом, я думаю, стоит закончить серию, потому что и так много всего было, и растения купили, и также в военкомат сходили, и узнали, что в военкомате работают голубые, и потом все-таки меня нашли и заставили служить. Короче, ребята, как-то так. Спасибо огромное за просмотр, если вы хотите также со мной поиграть, мы играем на Silver, на Silver сервере Advanced RP, ссылочка будет в описании, в принципе, вся инструкция будет в описании, ID сервера также будет в описании. Заходите, играйте, прямо сейчас я как раз-таки нахожусь на сервере, вы можете прямо сейчас со мной поиграть, приходите к моему дому, и мы, в принципе, проведем веселое время. Ну а с вами был Диман и Кирилл, конечно же, подписывайтесь на канал, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok